я так буду вынужден приседать у меня здесь как бы видеооператор сейчас нету я снимаю для вас один поэтому немножко неудобно мне я не буду сейчас говорить о том как нужно кормить чем нужно кормить да я просто покажу вам каким образом вы можете через через именно через еду влиять на подтверждение своего статуса вашей суррогатной стаи иерархического статуса и так вот есть у меня щенок вот здесь кармане чтобы она не остыла не было не холодная еда у меня на находится еда заранее подготовлены весами отмерено то есть как полагается все все папа по именно по показаниям то то что как нужно я пересыпаю пересыпаю еду в тарелочку вот у меня находить находится щенок герточка и диками показал она сейчас видит у меня я не буду зажимать собак я просто заставлю ее немножко поработать и ко мне моя девочка хорошо молодец вот она посидела сейчас она посмотрит мне в глазки я это то есть она прекрасно понимает что еда находится у меня и без моего разрешения она кушать не будет мы с ней будем первоначально собственно говоря учиться ну хотя бы посидеть что перед тем как покушать нужно посидеть сидеть я да хорошо молодец кушать 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 молодец хорошо давайте сюда выставим то есть я я не зажимал абсолютно собаку она естественном положении своим находит то вот она сейчас ест я ее глажу то есть чтобы она знала что я не 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 буду отбирать у нее эту еду и так далее и многие собаки начинают проявлять как бы агрессию во время питания поэтому что я рекомендую делать заранее в кармане приготовьте какое-то лакомство вот уже когда собака скушает у вас да вы достаете это лакомство из кармана верно и и подкладываете ей в тарелку дополнительно вот она съела это лакомство я ищу а возьму доложу герда следующий раз когда собака будет кушать я дополнительно это лакомство во время еды когда она будет находиться в тарелке я буду подкладывать чего я добиваясь этим самым то есть я добиваясь того что собака понимает очень простую вещь что мои руки не для того чтобы отобрать и не эту тарелку для того чтобы подложить что-то вкусное и поэтому у нее вырабатывается рефлекс когда появляются мои руки в тарелке это не значит что нужно охранять свою пищу проявляет тем самым агрессию да то что сейчас эти руки ласковые заботливые руки владельца дадут ей дополнительно что-то более вкусное но здесь хочу вам сказать о такой вещи значит что когда вы начинаете что-то подкладывать это должна быть не основной корм да который постоянно кушает собака немножко что-то более вкуснее что-то что нравится больше собаки ну вот собственно говоря и все то есть здесь все строится на любви и на взаимопонимании поэтому друзьям и заслужить доверие заслужить уважение и у вас все получится с вами был канал я и мой хвост автор и ведущий алина спасибо и